Кроме сравнения с кулем, еще есть сложение. Сумма игр. Сумма игр – это такая игра на двух досках сразу. То есть сумма шахмат и шашек – это вот что. Вы играете друг с другом, и перед вами стоят отдельно шахматная доска, отдельно шашечная доска. И вы каждый раз выбираете, хотите сделать ход на шахматной доске или хотите сделать ход на шашечной доске. Соответственно, выбираете одну из досок и делаете ход по правилам этой доски. А ваш соперник может отбить на той же доске, а может отбить на другую. То есть вы подвинули пешку Е2-Е4, а ваш соперник подвинул шашку как-нибудь еще. А и дальше вы можете тоже. Вы можете развивать ситуацию на шахматной доске, а можете, наоборот, отбиваться на шашке. Ну и, соответственно, в итоге, ну для шахмат и шашек там все-таки условия выигрыша немножко другие. Да, ну, например, если условия выигрыша – это невозможно делать ход. Тот, кто первый не может делать ход ни там, ни там, тот и проиграл. Сумма игр G и H заключается в следующем. Да, значит, что нужно на каждом ходе выбирается одна игра и делается ход в этой игре. Что это означает в терминах вот это вот, да, что, возможно, ходы лево, возможно, ходы право. Да, значит, вообще сумма – это ровно то, что вот здесь происходило, да, то есть здесь вот мы к этой самой игре прибавляли минус единицу, здесь прибавляли минус 1 вторую, вот, а здесь мы удваивали и прибавляли минус 1,5, да, и, соответственно, сравнили это все с нулем. Да, то есть в общем случае нужно так сделать, да, значит, определение такое. g плюс h, значит, здесь либо сделать ход в левой игре, а вправо ничего не сделать, либо, ну, в общем, в одной игре сделать ход, в другой ничего не сделать, именно по правилам этой игры, либо в одной игре ничего не сделать, а в другой сделать ход, а вправо в другой. Ну, либо наоборот, да, значит, здесь получается g, 1, плюс h, здесь g, плюс h, и, значит, смотрите, утверждается. Смотрите, теперь нужно, значит, здесь вот мы сравниваем с нулем, да, мы, я прошу прощения, может, немножко скучно, но нужно, конечно, все это прозраться, чтобы потом было все легко считать. Значит, здесь мы сравниваем с нулем, а при помощи сложения и вот этого унарного минуса, не, у вас, вот здесь, да, при помощи сложения унарного минуса можно сравнить игры друг с другом. Да, то есть пусть у нас есть игры g и h, тогда g больше, чем h, или меньше, чем h, равно h, h, и мы сравним с h, значит, если вот такая вот сумма, g плюс минус h, соответственно, больше нуля, или меньше нуля, равно нулю, или не скажем так. Ну и так вот можно сравнить, да, то есть вот из этого, да, значит, здесь мы вот эту вот х, х равниваем с единицей, да, и получаем, что х плюс минус единица выигрывает р, значит, меньше нуля. Это означает, что х будет меньше единицы, да, вот это х плюс минус единица меньше нуля, значит, х меньше единицы. Вот, а здесь наоборот, да, значит, здесь мы к х, добавляли минус одну вторую и получали, что х выигрывает р, то есть это больше нуля, значит, х больше одной второй. Ну, а теперь нам нужно вот это вот, да, вот, как, например, вот это вот, да, значит, нужно вот это вот рассмотреть, что х плюс х, и давайте начнем вот с чего, поймем, что такое просто три вторых, чтобы было хотя бы не четыре игры, а три. Значит, утверждается следующее, что мощи одной кишушки плюс минус три вторых должно быть, да, значит, вот это нужно получить вот здесь. Да, значит, что такое три вторых вот в этих всех терминах, а также минус три вторых? Так, может кто-нибудь угадает? Да, вот если одна вторая это вот это, то что такое будет три вторых? Ну, конечно, три умножить, но у нас вообще умножения нет, да, три раза складывать, но, в принципе, можно так, можно три раза сложить или можно даже два раза сложить. Да, можно писать следующее, да, что три вторых надо действительно на один плюс одна вторая. Да, давайте с этим определением, например, написать, значит, один плюс одна вторая, да, а это что означает? Это означает, что ноль или ничего и плюс ноль один. Граждане, все это по нашему определению. Значит, по нашему определению, либо мы отсюда берем ноль, а здесь оставляем все по-прежнему. Это что получится? Ноль плюс вот это все, а это все это одна вторая, то есть одна вторая, да? Ладно, значит, ноль плюс одна вторая, одна вторая. Либо мы, наоборот, вот это стояли на месте, а здесь делаем ноль. Получается ноль, вот это ноль плюс вот это, а это один. Значит, это разные варианты, да, разные варианты мы через запятую писать. Значит, одна вторая или один. А что справа? Значит, вот здесь вот вариантов вообще никаких нету. Значит, здесь вариантов никаких нету, поэтому здесь нельзя сделать вход. Можно сделать вход только вот здесь вот. Сделать вход вот здесь вот и сложить со всем вот этим. Получается один плюс один, то есть два. Значит, одна вторая или один, два. Ну и на самом деле можно написать, что это один, два. Ну, принцип логично, да? Значит, что одна вторая это было слева ноль, справа один, а три вторых слева один справа. Я не понимаю, почему можно написать, что это один, два. А, то есть это еще не очевидно было. Ну, нет, потому что очевидно. Но это вот из-за этого определения следует. Хорошо, давайте вот это. Сейчас, можно я еще, просто у меня тут Коля задает вопрос. Можно я на него громко отвечу, потому что я боюсь, что это других тоже может волновать. Ага. Ребята, здесь ситуация такая. Мы вводим некоторые определения, и вот этот вот плюс, эти игры, это вовсе не числа. Поэтому пользоваться правилами из школьной алгебры вообще нельзя. То есть их все надо будет доказывать или проверять. Скажем, если там два х равняется трем вторым, то из этого совершенно не следует, что х это три четверти. Потому что у нас просто вообще еще нет понятия деления, и нет понятия о том, что это такое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...